В Хабаровске растет число электрокаров. Машины, которые работают на аккумуляторе, популярны у горожан во многом из-за того, что цены на бензин постоянно растут. О плюсах и минусах таких автомобилей узнала наш корреспондент Ольга Кошелева. Узнать электрокар в потоке машин достаточно легко. У него отсутствует выхлопная труба. Кроме того, машина практически бесшумная. Вот сейчас она включена, но звуков нет никаких. Большинство владельцев электрокаров сделали свой выбор, исходя из простых математических расчетов. Электрокар практически не требует денег из бюджета. Если зарядка в гараже, допустим, даже по тарифу 5 рублей за киловатт, то в месяц тратится не более 1000 рублей. Когда владелец автомобиля с бензиновым двигателем слышит такие цифры, напрашивается вопрос. В чем подвох? Ведь в среднем россияне тратят на топливо около 4000 рублей в месяц, согласно данным агентства «Автостад». Плюс технические жидкости, свечи, ремни. Все это под капотом электрокара отсутствует. На самом деле автомобиль не требует подготовки к зиме. То есть в нем нет ни свечей, ни фильтров, ни ремней. То есть обслуживать автомобиль практически не требуется. Руслан сначала купил электромобиль, а потом столкнулся с проблемой. Его негде заряжать, кроме как из квартиры или в гараже. Тогда и пришла в голову идея самому создать станцию. Первая появилась в районе Большой в конце прошлого года. Сейчас в городе их четыре. Заряжаться от такой станции очень просто. И запускаем через приложение. Зарядка длится 20-40 минут и стоит от 80 до 160 рублей соответственно. Энергии хватает в зависимости от модели машины от 100 до 300 километров. Правда, есть еще одна сложность. Зимой пробег сокращается вдвое примерно. Это правда, потому что потребляет печка, немножко падает емкость от того, что батарея холодная. Для дальних поездок такая машина не годится. На междугородних трассах Дальнего Востока нет зарядных станций. Но несмотря на все минусы, хабаровчане активно интересуются электрокарами. Каждая новость о повышении стоимости литра бензина и куча сообщений в директ, в ватсап, о желании приобрести автомобиль, добавить чат к электромобилистам, чтобы они послушали их опыт. Последнее повышение топлива было в середине этого месяца на 25 копеек. Как раз тогда администраторы клуба зафиксировали очередной приток интересующихся. Ольга Кошелева, Николай Трохин. Смотри Хабаровск.